Всем привет, друзья, с вами Джонни, и это пятая серия нашего пути до самолёта Spaceflight. И если вам нравится данная рубрика, и вы хотели видеть бы её гораздо чаще, то прямо сейчас нажмите на лайк. Ну и конечно, оформите подписку, если до сих пор не подписаны. Ну а я играю на 16 сервере Arizona RP Gilbert, скачать лаунчер можно по ссылке в описании. Но для того, чтобы получить уже при старте игры бонус в размере 2,5 миллионов, указывайте мой ник на имприрегистрации, ну а также на пятом уровне мой промокод. Ну а после отписывайте мне во Вконтакте. Желаю вам наиприятнейшего просмотра. Каким-то чудным образом я наконец-таки прошёл сюжетную линию квестов, связанная с адвансом. Сейчас я не буду показывать, как проходил эти квесты, потому что я знаю, что вам это неинтересно. Просто скажу своё мнение. Лично для меня было очень приятно увидеть, как реализовали сюжетную линию с Даймондом, ибо кто не знает, прежде чем играть на Аризоне, я долгое время снимал ролики, сотрудничал, да и в целом мой путь на ютубе начался с проекта Даймонд РП. Поэтому я реально проникся ностальгией, особенно когда нужно было работать на лесопилке. Ну и конечно в этом квесте мне прям очень зашло то, что мы полетали на этом Делориане, хотя управление было не таким уж то и лёгким. Ну и также финал квеста, такой интересный сюжетный твист, где нам нужно одолеть самого себя, в общем-то, лично от меня 10 из 10 для этого праздничного квеста. Интересно, чем же нас удивит Аризона в следующем году на десятилетие. Также после прохождения праздничных квестов мы получили такую вот рулеточку, но для меня смысла наверное ноль, ибо я её не буду крутить, хотя из нём можно выбить сертификат на авто. На руках у меня было 76 миллионов. В скором времени я планирую возобновить свою майнинг-ферму, поэтому решил отправиться на ферму льна и хлопка, выставил на скуп лёный хлопок по цене в полторы тысячи за штуку. Ну и помимо этого, прочие другие предметы. Также всё, что у меня было в инвентаре, я решил выставить на продажу. Спустя где-то час смотрим логи продаж и видим, что только с продажи я получил примерно 4 миллиона. Ну а на скупку потратил 724 тысячи. В следующий раз я планирую встать либо на всю ночь, либо на целый день, чтобы полностью забить свой инвентарь льном и хлопком. Ну и также, друзья, многие из вас знают, что вчера было открытие нового 26-го сервера Arizona RP Far Away. Я также залетал на открытие. На самом деле, это было очень важное открытие, ибо, как вы знаете, у меня было в мыслях перейти полностью на этот сервер. У меня есть несколько моментов с открытия, ибо всё-таки мне удалось зайти. Ну а что по итогу я решил, вы узнаете чуть позже. Заспаунился я на GDLS. Планировал я донатить примерно 4,5 тысячи. Это стоимость АЗС-ок, но и других безов за 18 миллионов. Изначально сразу же побежал в сторону АЗС-ки, но так как я стримил, кто-то мне сказал, что надо для начала сделать паспорт. В общем-то, я сразу же зафейлился. Причём, что зашёл я на сервер спустя 4 минуты после открытия. Сделал паспорт, мне выдали велик, и на тот момент я уже понял, что, наверное, нет смысла ловить АЗС, ибо её взяли, и решил отправиться к домам Х2. Для того, чтобы их словить, надо было сдонатить всего лишь 3 тысячи. По дороге к домикам вижу то, что магаз видеокарт находится в ГОСе, но у него уже было около 4 игроков, а мне, чтобы закинуть денег, нужно было остановиться и со второго Моника вбивать всё это вручную, и мне кажется, я бы потерял много времени и вряд ли бы его словил. Также пролетел мимо 165-го бара, но метка у меня долго не прогружалась, и чтобы не терять драгоценное время, я решил просто уехать. По итогу, добираюсь до домов Х2, и уже на карте вижу прям очень много клистов, и понимаю, что либо они уже все словлены, либо игроки до сих пор добираются до них. Но когда у меня прогрузились метки, я не был в шоке то, что все дома были уже словлены. Ну и в общем-то, после этого не было больше никакого смысла что-то донатить, пытаться словить какой-нибудь бизнес. Я решил, что просто словлю здесь свой промокод, а именно решеточка стар, ну а также взял обратно свой никнейм. Ах да, что-то мне удалось всё-таки словить, это такой вот домик, думал-то, что пойду половлю ДФТ там всякие, но по итогу я на это забил. И короче, если вы всё же начнёте здесь играть, можете указать мой промокод, решеточка стар. Сейчас он, конечно, не 10-го уровня, но со временем, с вашей помощью, он обязательно станет, и за каждый ввод я лично от себя буду закидывать вам по 1 миллиону. Ну а тем временем, возвращаемся обратно на наш сервер Гилберт. Днём ранее я заметил такое вот интересное уведомление от лаунчера Аризоны. Вводя этот промокод и отыграв 5 часов, мы сможем получить скин Ника Белика. Эти самые 5 часов я, конечно же, отыграл, ибо на время X4 мой аккаунт почти что всегда находился в сети. Ну а сейчас X4 уже не работает, поэтому отправляемся в центральный банк, проверяем наш счёт и видим следующее. Состояние счёта 52 миллиона, а состояние депозита 329 миллионов. Как вы знаете, я ещё был устроен в ЛКН, поэтому отсюда мне капало по 700 тысяч каждый пейдэй. В общем-то, снимаем все деньги. И на руках у меня сумма в 247 миллионов. В принципе, довольно неплохо. На фармеле чистыми 180 миллионов только с X4. И это ещё не всё. Ну и также, друзья, в инвентаре вы видите тот самый скин, ну а также сейчас у меня 25 ларцов организации. Предлагаю подойти к чекпоинту и взять ларцы, которые я могу поправу за те самые 3 часа. Открываем инвентарь и видим, что за это время я нафармил 26 ларцов организации. Тоже довольно неплохо. Решил нацепить на себя скин Ника Белика, к сожалению, на нём отображается только магический шар. По идее, его цена, ну где-то 1500, ну максимум лям. Но я решил попробовать одну интересную темочку. Со своего шкафа я взял почти 150 точилок и решил заточить этот скин. Как мы видим, при улучшении данный скин увеличивает защиту, восстанавливает здоровье и прочее, прочее, прочее. Пожелайте мне удачи. С первых 30 точилок мне удалось сделать скин плюс 7. Ну а с плюс 7 на плюс 8 мне не хватило даже 48 точилок. В инвентаре остаются ещё 50, ну и в общем-то давайте мы их уже добьём. По итогу мне удалось сделать плюс 9, не вижу смысла делать плюс 10, ибо вполне возможно, что этот скин я даже сейчас не продам. Давайте проверим его характеристики и что мы видим. Минус 6 от урона, плюс 3 хп в минуту, плюс 3 урона, шанс 3% на крит урон, 9 макс хп и 9 макс брони. По сути, если сделать его плюс 10, у него будут такие же характеристики, как у моего скина Сталина. Ну кроме как бега Сиджея, понятное дело. Отправился я на центральный рынок, пробежался по лавкам и нигде не видел, чтобы продавали этот скин. Поэтому выставляю переносной ларёк, быстренько с помощью палатки выставляем всё на продажу. Выставил я его, если что, за 20 миллионов. Это, конечно, много, но кто его знает, может кто-нибудь купит этот скин. Ну и также в это время мне позвонил игрок и спросил, если можно взять Люксор Делюкс в аренду. Забираю самолёт, который припаркован у меня, у риэлторки, отправляемся в аэропорт Лос-Антоса. Изначально мы договорились, что я сдаю самолёт на 3 часа за 4 миллиона, но так как это подписчик, он попросил скидку, поэтому так уж и быть, сдаём самолёт на 3 часа всего лишь за 3 миллиона. Итого на балансе 246 миллионов. И что самое главное, друзья, прописываю сейчас команду Slash Donut. С квестов мы, по идее, нафармили около 2500 азэкоинов. Ну а остальные 2300 азэшек это мне накапало, скорее всего, за то, что я просто сидел в игре и ловил пейдэе. Состояние счёта 4800 азэшек, но это не всё. Открываю инвентарь на последнюю страницу. Ну и как вы видите, здесь у меня также большое количество азэкоинов. Быстренько их активируем, снова прописываем донат. Итого у меня на счету целых 8159 азэкоинов. Победитель на розыгрыш из прошлой серии прямо сейчас у вас на экране. Отпиши мне во ВКонтакте, чтобы забрать свой приз. Ну а сегодня мы разыграем также несколько аксессуаров, которые дал мне подписчик. Условия простые, нужно просто подписаться на канал, поставить лайк, в комментариях написать свой никнейм, ну а также сервер, на котором вы играете. И ещё что-то касаемо данного видеоролика. Можете предложить какую-нибудь свою дополнительную цель, ибо в скором времени я, наверное, соберу полную таблицу этого пути, чтобы было яснее, к чему мы идём. С вами был, как всегда, Джонни Старр, но если набираем здесь 500 лайков, то следующая серия выходит сразу же. Всем до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok